Приветствую вас, давайте попробуем разобраться с тем, что вы написали И попробуем понять, что же все-таки с вами произошло Итак, полгода назад я расстался с молодым человеком по своей инициативе Ну вот, собственно, вы пишете, что расстались с молодым человеком, но при этом не пишете из-за чего Какая причина была в вашем расторане с ним То есть, если расстались, то, наверное, было что-то серьезным, если расстались Если расстались, то, наверное, были причины для этого, я так думаю И если расстались, если были серьезные причины для этого, то почему-то тогда вы хотите к нему вновь вернуться Ну или хотели к нему вновь вернуться Понимаете, вы как будто бы забыли здесь свои причины, по которым вы расстались И я думаю, что если бы причины не важны То есть они не важны настолько, чтобы из-за них расставаться Просто вам в тот момент, как же казалось так Казалось, что нужно оставаться обязательно А значит, либо вы боитесь быть одной Боитесь одиночества В любом случае, опять же, непонятно Почему вы хотели все возобновить То есть если расстались, да еще и по собственной инициативе То возобновлять это, казалось бы, не совсем правильно Победительно, да, не совсем верно Не совсем верно именно вот Возобновлять отношения Но, тем не менее, вы это делали Тем не менее, вы пытались возобновить свои отношения И думаете мне, что на это были мотивы Вопрос только, конечно, в то, какие Что у вас были за мотивы Вот, но молодой человек уже не хотел Молодой человек уже не хотел С вами быть И, соответственно, вы через какой-то промежуток времени Начали встречаться с другим молодым человеком И вот тут получается такая ситуация, что мужчина вам начинает писать То есть вы, когда его добивались, он не хотел А как только вы начали общаться с молодым человеком Он испугался возможно вас потерять И начал отписать То есть у вас тоже здесь такие вот, знаете, получается Как бы взаимозависимые отношения Взаимозависимые отношения Это называется Вот Я к нему, конечно, не вернулась Так как была увлечена у нее другим И мне было интересно общение Да и переживания после расставания мне хватило Вот тоже Вот именно Ваши Переживания по поводу расставаний По поводу расставаний я Меня и интересуют больше всего То есть если вы переживали, то зачем пытались Зачем пытались что-то вернуть Если вы остались, если Как вы говорите, он Не хотел работать над отношениями, то Ну, наверное, проблема осталась А вы тем не менее, тем не менее, пытались его вернуть Наверное, ожидая, что он Будет все-таки работать над отношениями Ну, вашими Вот Хотя Это мало вероятно Но опять же У вас, видимо, есть Причина, по которой вы за него цепляетесь Далее Далее вы говорите о том, что Значит Мужчина Новый Вас Как-то Увлек Да Мужчина Новый Вас Привлек Своим Отношением К вам же И Вы, собственно Вы Выбрали быть с ним Ну, это Поведение, в общем-то Правильно Оно Верное И в нем Нет ничего необычного То есть Вы поступили В общем и целом Вы поступили правильно Здесь Далее Далее Значит Так Он Ужил Ничего не желаю Работать над Отношениями Ну, это его выбор В итоге Я остался Молодым Человеком Но я себя не могу иногда понять Первый Каждый день Я ловлю себя На мысли о том Что вспоминаю бывшего Молодого Человека Но это потому Что Вы С ним Еще В отношениях Вы С ним Еще В отношениях С Молодым Человеком Вы С ним До сих пор Не расстались Вы С ним До сих пор Как бы Ведете Такой Внутренний Диалог Относительно Ну Своих Отношений Отношительно Того Что Вы Делаете Относительно Может быть Даже Будущего Ваших Отношений И так Далее То есть У вас С ним Как бы Постоянно Идет Диалог И именно По этой причине По причине Вот Постоянного Диалога Вы И Вспоминаете Оно Все Время В данном случае Мне Представляется Это Ну Нормальным В данном Случае Мне Представляется Это Нормальным Потому что По другому В вашей Ситуации Ну Врядли Могло бы Быть По другому Все Таки Вам Человек Дорог Был И есть И я думаю Что Не может быть По другому А Почему сравнение Сравнение Да Вот Откуда Откуда Факт сравнения Берется А Факт сравнения Берется Из Того Что Вы Эм Выбрали Своего Мужчину Вы Его Стали с ним Встречаться Тогда Тогда Когда У вас Были И здесь Определенные Трудности То есть Какого плана Это трудности Да Что вы переживали расставание Что вы не побыли одна Что вы не завершили отношения С молодым человеком Что Вы Значит Как бы Находились в состоянии Переживания Довольно Довольно Сильного Переживания Причем Вы находились В состоянии И Вот Это Все Молодого Человека Нового Вашего Выставила Выставила В качестве Средства То есть Он для нас Стал Средством Средством Для Удовлетворения Ваших Потребствий Ваших Желаний Ваших Каких-то Стремлений Ваших Переживаний Вы Пытались И Пытаетесь Скажем Всего За счет Него За счет Ваимодействия С ним Вы Пытаетесь Компенсировать То Чего Не Получили В В В отношениях С Предыдущим Молодым Человеком И Из-за этого Из-за того Что Вот Вы Как раз таки Постоянно Мужчина Воспринимаете Как Средство Вы Не Можете Забыть Бывшего Молодого Человека И Постоянно Сравниваете себя С Ну Сравниваете его С другим То есть Вся проблема Она именно В этом Далее Значит Так В Бывшем Мы Периодически Согланиваемся И Списываемся Ну Вот Здесь Конечно Тоже Такой Довольно Важный Момент То есть Если Вы Это Делаете То Опять Возникает Вопрос Зачем Для Чего Вы С ним Созваниваетесь То есть С Какой Цель Вы Это Делаете Да То есть Понимаете Как Ну Если Вы С ним Созваниваетесь Значит У вас Отношения Еще Не Завершены А это В свою очередь Означает Что Вы Действительно Подогреваете Если Можно так Выразиться Подогреваете Огонь Своих Сюр Подогреваете Свои Эмоции По Отношению По К Нему Вот И Признаться Честно Это Довольно Неуважительно По Отношению К Вашему Молодому Человеку Тоже В В В Обычным Как, конечно, любой запрет не есть, хорошо, любой запрет не есть, правильно, это безусловно, но, но, тем не менее, данный запрет есть, от мужчины этот запрет как бы исходит, да, он имеет место быстро-быстро, этот запрет. И, соответственно, если запрет имеет место, то у этого есть причина, и в первую очередь, конечно, причина заключается в том, что мужчина не уверен в себе, то есть, уверенный в себе мужчина, он не будет ничего запрещать никому, уверенный в себе мужчина, он будет спокойно реагировать на то, что его женщина чем-то занимается, он спокойно будет реагировать на то, что его женщина как-то вот что-то делает, да, и так далее. Здесь, я полагаю, никаких проблем быть не может, в принципе, но если проблемы все-таки возникли, это говорит о неуверенности в себе мужчины. И, в общем-то, неуверенности в себе мужчине отчасти дали вы, к сожалению, потому что вы общались с своим бывшим, и это не может не нервировать человека, это не может не расставлять его нервничать, это не может не доставлять его переживать и так далее. И подобное поведение, с вашей стороны, оно выглядит, конечно, не очень хорошим, оно выглядит не очень правильным, оно выглядит, скажем так, нелогичным, оно выглядит эгоистичным. По отношению к вашему мужчине, и я думаю, что если вы хотите, чтобы между вами, например, не было ссоры, если вы хотите, чтобы у вас все было хорошо, или чтобы вы, ну, чтобы не было равногласий, чтобы он вам ничего не запрещал, например, то я думаю, что нужно обязательно, обязательно делать так, чтобы мужчина чувствовал себя сами уверенно, чтобы он не боялся, чтобы он не опасался, и чтобы он был уверен, уверен в себе. Я думаю, что так можно ответить вам на ваш вопрос, надеюсь, что было понятно. Значит, далее, значит, вы пишете, так, возможно, если вы об этом, когда думал об этом, становится очень больно и тяжело от этих мыслей. Вот здесь тоже такой довольно важный момент, почему вам тяжело, почему вам больно от этих мыслей? С чем связано больше, как бы, почему вам больно, почему вам больно? Вот об этом, я думаю, нужно подумать, как следует, потому что то, что вам больно, это именно ваша проблема, это не проблема другого человека. Это не проблема, например, например, мужчина, это проблема именно ваша, это именно ваша проблема, почему вам больно. А больно вам по ряду причин, да, вот, по ряду причин вам больно. И чтобы понять, почему именно больно, нужно проанализировать, проанализировать вашу позицию, хотя бы сперва, проанализировать вашу позицию. Постараться увидеть, какие есть проблемы у вас, молодым человеком. Что это за проблемы вообще, чем они связаны. Изначально, изначально, какие изначально у вас были проблемы. Потому что, понимаете, какая тонкость в этом всём. Тонкость в этом всём такая, что вы ведь, получается, первые отношения не смогли построить. Они у вас закончились. И теперь вы сможете построить так вторые отношения. Они у вас тоже закончились. Закончились. То есть, получается, что вы, мужчин, от себя отталкиваете. Это проблема. Связана она, может быть, со многими вещами. Например, связана она, может быть, тем, что вы боитесь близких отношений. Или связана она, может быть, с тем, что вы пытаетесь мужчину, как-то вот, откровенно так поделать, переделать, может быть, под себя. То есть, это всё, естественно, нужно выяснять. Так вот, вряд ли можно вам ответить на вопрос о том, что происходит с вами. Вот, но в любом случае, если у вас есть желание, то можно будет всё добраться с вашей проблемой, можно будет пообщаться и понять вас, понять ситуацию, в которой вы оказались. И, ходя из этого, уже вам что-то рекомендовать. Потому что, вот здесь у вас поведение такое, что противоречие много. Плюс страхов и плюс переживаний, от которых вам больно. То есть, вы расстались с молодым человеком, и вам же больно. Определенно, что здесь есть некое значение личностное для вас, в самих отношениях. Потому что, в нормальном, в нормальном состоянии, при нормальных условиях, человек, если он расстается с другим, он понимает, почему он это делает. И не переживает. Вы переживаете, значит, есть противоречие. Если есть противоречие, значит, есть конфликт. И конфликт вам мешает. Вот его-то и нужно рассматривать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.